В рамках рубрики «Хочу сказать» мы вышли на улицы города, чтобы узнать у сыровчан, в каких социальных сетях они сидят и что там делают. В ТикТоке, ВКонтакте, ВИСТАГРАММЕ. А что там вообще интересно? Что вы там делаете? Ну, ВКонтакте я общаюсь, ВИСТАГРАММЕ. Вдохновляемся. Вдохновляемся, да. И в Пинтересте. Вдохновляемся красивыми фотографиями. А что вообще такое ТикТок? Социальная сеть с короткими видеороликами. Интересно. Конечно, все сидят сочи. А что, в каких? В каких сидишь? ВКонтакте, ВИСТАГРАММЕ. В ТикТок? А что там вообще полезного можно узнать? Ничего. Да. В ВКонтакте ты можешь переписываться с людьми, слушать музыку. Ну, в своей жизни, короче, заниматься в соцсетях. А в Инстаграме, ну, ты подписываешься на людей и смотришь, чем они занимаются. Да, ВКонтакте. А что там делать? С друзьям переписывать. А чем вообще полезны социальные сети? Во время дистанционного обучения, например, очень полезно. К меру. К меру полезно. Если зависимость, как у меня, например, то нет. Но я с этим борюсь. Обучение, музыка. Ну, как бы там можно найти больше людей, то есть легче искать можно. Там сидит большая часть мира, то есть людей много. Что вообще полезного там? Можно получить иногда полезную информацию, то есть, например, что сейчас в моде или что сейчас обсуждают. Нет. А почему? Некогда. А чем вы таким заняты? Работы много. На производстве дома. В сетях сидите? Нет, я не сижу. А почему? Не знаю, я не понимаю. В интернете. Что вы там делаете? Сижу. Ну, погоду смотрю, сколько коронавируса смотрю. Как там в Украине, плохо смотрю. А вообще полезно сидеть в интернете? Нет. Почему? Время занимает. Много, да? Ну, особенно дети, они сидят целыми днями. Это вредно. А я предпочитаю сидеть в Инстаграме. Здесь можно записывать видео и выкладывать их в сторис. Улыбнись. С вами была рубрика «Хочу сказать». Увлег. Фум. Это будетuli. Увидiki.